добрый день дорогие друзья с вами снова александра митиза сегодня у нас маленький дебют бренда рибок на канале сети интерспорт а раз уж нам нужно с чего-то начать то нет для этого лучшей модели чем рыбок classic лизер я думаю что даже те из вас чей набор кроссовок составляет примерно две или три пары на год так или иначе хотя бы раз в жизни сталкивался вот с подобного рода парой причем я уверена что может быть даже кто из вас застал 80 90 может быть детстве или же во взрослом возрасте не знаю как у вас было вполне возможно что вы могли натыкаться на нечто подобное у ряда других компаний в основном британских собственно во первых если вы не в курсе рибок это британский бренд который в данный момент принадлежит компании adidas и собственно их штаб-квартира сейчас находится там же где и штаб-квартира бренда adidas герцогена в германии рибок classic лизер это одна из тех моделей которые могут удержать компанию на плаву даже если они перестанут вкладываться в разработку каких-либо новых моделей хотя бы потому что она относится к категории бессмертной классики модель была представлена на стыке 82 и 83 годов и разработана в первую очередь как модель для бега я думаю что это абсолютно легко читается как минимум в форме кроссовок такой вот немножко зауженный округлый носочек непосредственно подошва из пенного материала это кстати этил винил ацетат стандартная достаточно соединение используемая для беговых кроссовок даже сегодня я думаю что у кого-то из вас есть далеко не спортивные модели у которых подошва сделана из такого же материала протектор здесь каучуковый чтобы разумеется защитить подошву от стирания и обеспечить достаточно хорошее сцепление землей и чтобы вы нигде не подскальзывались не издавали ужасных скрипучих звуков если бегаете где-нибудь например на закрытой площадке вверх кроссовок очень элегантный собственно это обеспечило им такой вне временной статус модель завоевала успех не только у бегунов благодаря тому что она не выглядела как нечто сугубо спортивное что будет уместно только в спортзале либо на беговой дорожке либо на утренние вылазки для пробежки трусой очень многие если вы сейчас будете после моих слов немножко внимательнее смотреть фильмы 90-х и поздних 80-х можете обратить внимание что например нью-йоркские женщины которые бежали на работу в офис своих элегантных шубах или пальто с широкими плечами вы можете заметить на их ногах вот подобного рода кроссовки из может быть естественно такие а может быть еще несколько других моделей из линейки либо classic например фильме деловая женщина прибегает главная героиня прибегает в офис и переобувается из таких кроссовок в туфли потому что зачем бежать в метро в туфлях есть же прекрасные кроссовки постепенно практическая сторона вопроса перекочевала в стилистическую и эстетическую и кроссовки просто стали носить вместе с костюмами вместе с классическими какими-то нарядами с пальто и это уже было не какой-то постыдный такой моветон как это носить кроссовки с шубой сейчас принципе это вполне реально и вы можете это представить но в 90 годах эта модель была одна и одной из тех которые изменили представление общества о том чем уместно носить кроссовки или вернее какую одежду можно носить не только в туфлями они были популярны как среди офисных клерков которые осознали что есть что-то удобнее чем туфли и в принципе можно ходить не только в туфлях так и среди представителей разных субкультур к примеру британии 90-х они были популярны среди тех кто находил свои развлечения на рейвах и на крупных танцевальных мероприятиях и фестивалях также опять-таки спасибо британии модель широко прославилась благодаря субкультуре футбольных фанатов потому что это одна из тех моделей которые они покупают по сей день них есть такой специфический дресс-код в который входит по меру классические пола олимпийки определенного рода кроссовки включая базовые classic lever если рассмотреть кроссовки немножко деталей и поговорить о том как они носятся что они собой представляют я хочу сказать следующее модель достаточно в меру гибкая в меру мягкая во всяком случае у меня никогда не было проблем к примеру с вот этой вот зоной потому что у меня очень чувствительные ноги и я например сразу ощущаю если модель к примеру здесь обладают какими-то дополнительными уплотнителями или здесь например есть стежки которые попадают четко на зону большого пальца или мизинца это все сразу ощущается с этой модели у меня проблем не было она очень хорошо разнашивается но не теряет форму внутри она достаточно мягкая к примеру в данном случае у нас подкладка сделана из материала такой немножко напоминающего полотенечную махру но это синтетика это не хлопок язычок достаточно мягкий не будет врезаться к примеру как случае с некоторыми кроссовками которые цепляют подъем стопы и царапают кожу здесь этого не будет язычок здесь мягкий но тоже опять-таки форму держит после стирки терять внешний вид не будет шнурки классические синтетические стираются легко и кстати здесь не но случае с черными понятно не будут пачкаться этого не будет видно но если вы будете покупать такой вариант в белом то здесь шнуровочные отверстия не сильно затирают сами шнурки поэтому они не будут выглядеть ужасном уже через месяц активной носки вес у них средний даже может быть немножко ниже среднего просто за счет того что здесь легкая пенная подошва поэтому для меня вот такие кроссовки были одним из лучших вариантов к примеру для путешествий когда нужно надеть одну пару в которой не будет жарко в которой не будет холодно в которой будет сухо который будет удобно и от которой не устают ноги поэтому если вы активный ходок и любитель долгих пеших прогулок вне зависимости от погодных условий они вас не пугают но могут напугать вашу обувь я думаю что вот такой вариант могу смело рекомендовать и абсолютно с чистой совестью это делать кроссовки не стоит страшных денег то есть это средний ценовой сегмент достаточно доступной и они носятся очень долго поэтому это хорошее обложение если вам нужна долговечная базовая пара на каждый день которая будет подходить под большинство вещей из вашего гардероба я надеюсь что эта информация была для вас полезной что теперь можете задуматься о покупке какой-то подобной модели и что вы открыли для себя что немножко нового с вами была александра метизов я не прощаюсь с вами надолго и желаю вам хорошего дня до новых встреч